Козероги, я приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и мы с вами смотрим ваш второй прогноз на следующую неделю. Это будет период с 21 по 27 октября 2024 года, и наша задача посмотреть, какие события наиболее вероятно отыграются у вас в рамках ближайших 7 дней. Поэтому настраивайтесь на позитив, на хорошее, а мы посмотрим, чем вас уделит эта неделя. Основные энергии, предостережения и рекомендации. Рыцарь мечей, двойка чаш и аркан справедливость. Дно колоды король жезлов. Что могу сказать? Итак, у кого-то на импульсе, на фоне ревности или гнева может быть жажда справедливости. А именно, кто-то будет в ультимативной форме требовать или официального оформления отношений, или ситуация, взять и на себя каких-либо договоренностей и обязательств. В особенности, если были какие-то у вас соглашения, контракты. То есть это может касаться как личной сферы жизни, так, конечно же, деловой, дружеской и так далее. То есть здесь посыл с вашей стороны, к вашему оппоненту, чтобы тот отвечал за свои слова, действия, поступки. То есть нес за них ответственность. Ну, мы будем смотреть и рассматривать, как для вас раскрывается этот ряда во всех сферах жизни. Оцениваем личную жизнь и смотрим в первую очередь ситуацию для тех, кто у нас свободен. Что здесь? Шестерка монет и дно колоды паш монет. Это ситуация, когда вы можете познакомиться с человеком на моментах взаимопомощи. Иногда даже, знаете, как с конфликтной ситуацией. Ну, сейчас объясню. Из серии. Кто-то кого-то подрезал на дороге. Вы можете там, не знаю, начать скандалить, выяснять взаимоотношения. Потом начнете, не знаю, там в чем-то друг к другу помогать, общаться. То есть и ваши отношения могут перерасти в личные. Это первый момент. Второй аспект. Если это брать просто как социальную связь, то это призывать человека к ответственности, к справедливости и отвечать за свои поступки. Ну, из серии вы там попали в какой-то там, не знаю, там вам черкнули машину или что-то еще. То есть вы будете призывать ответчика к возмещению материальной компенсации. Но в плане личной жизни, в контексте личной жизни, это ситуация, когда изначально вашего нового знакомого или знакомого вы не будете оценивать с позиции партнера для жизни. То есть здесь мы видим, вот видите, рыцарь мечей. Это как внезапно, на храпом, иногда на конфликте. Но таковая ситуация может перерасти совершенно в иной формат. Если вы в любовных треугольниках, что здесь? По королеве чаш. Это ситуация, когда надоест быть в статусе любовницы или формат легких отношений, а будет стремление к тому, чтобы ваши отношения перешли на новый уровень. То есть официальная связь, брак. И вы будете этого требовать в ультимативной форме. Если, допустим, ваш избранник или избранница не свободны, то есть это настаивает на том, что та связь была разорвана и был какой-то открытый официальный формат ваших взаимоотношений. Если вы в стабильных союзах, то по рыцарю чаш. Вот здесь вы можете быть, знаете, как палка о двух концах. Сейчас объясню. С одной стороны, если вам сделали предложение руки и сердца, вы по рыцарю мече можете немножечко воспринять в штыки, потому что пока эмоционально, ментально, внутренне можете быть не готовы к построению семьи. Но, тем не менее, двойка чаш и справедливость. Это, знаете, когда вот эти вот эмоции ваши постынут, поутихнут. Будете для себя рассматривать перспективы построения официального союза с этим человеком. Но, по рыцарю мечей, повторюсь, это может быть в какой-то ультимативной манере вам заявлено. Если оценивать ситуацию для тех, кто уже в браке, это поры царю мечей как обращение к партнеру или к партнерше с целью оформления какой-то доверенности, что-то переподписать, переоформить, чтобы обоюдно вынесли за что-то обязательство. Если это ипотечное кредитование, то какие-то, может быть, нотариально оформленные договоренности, еще что-то, ну, потому что по этим арканам это как мы несем ответственность вместе. Ну, а рыцарь, чаши, это как, знаете, мировое соглашение, то есть лояльно об этом договориться. Смотрим работу, бизнес и карьеру. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Итак, пятерка монет. Я не вижу здесь вопросов трудоустройства. Все, что здесь может быть по этой связке арканов, во-первых, это финансовая помощь, поддержка и подспорье от вашей второй половины, и второе, то, что вам положено официально от государства. Субсидии, дотации, социальная помощь, какие-либо выплаты. То есть на это, да, можете претендовать, может быть, на что-то подаваться. Если вы являетесь соискателем. Девятка монет в связке с первой трядой карт. Это тот аспект, когда вы понимаете, что хотите быть сам себе хозяином или хозяйкой. Ну, насколько это возможно. То есть, например, вы можете быть фрилансером, который работает одномоментно на нескольких предприятиях и сам, так сказать, диктует свои условия. Ну, или в идеале работаете сами на себя, потому что для вас, если посмотреть по этой тряде, крайне важна зона комфорта и, знаете, как построение свободного графика. Потому что справедливость, это, опять же, весы. То есть, это умение лавировать, балансировать, то есть выстраивать график так, как вам комфортно. Для тех, кто у нас наемный сотрудник. Что здесь по пажу чаш? Паж чаш. Это ситуация радушия. Это тот момент, когда вас поддерживают. Поддерживают, а кто-то может в конфликтной ситуации встать на вашу сторону, так сказать, поддержать вашу правду или оправдать вас в каком-то вопросе. То есть, делать так, чтобы ситуация решалась по справедливости. Опять же, если есть какие-то прения, может быть, с коллегами, с бизнес-партнерами или с руководством, то арканы вам рекомендуют их решать в рамках закона. То есть, не какими-то там силовыми методами, не запугиванием, а исключительно через суд. Если вы владеете собственным делом, здесь у нас пятерка жезлов. Это карта конкуренции, борьбы. В особенности это то, что касается работы с оппонентами. Так вот, эта неделя очень уникальна и интересна в том, что в рамках этого периода вы можете объединиться с вашими конкурентами или даже с вашими врагами для достижения какой-то цели или совместного результата, который нужен вам обоим. По состоянию здоровья. Что здесь? Восьмерка монет это, как правило, у нас ситуация, когда вы переработали. То есть, это усталость, это повышенная утомляемость. Но в связке карт основной момент должны обратить внимание те, у кого есть проблемы с почками хронического характера. Потому что, к сожалению, здесь может быть рецидив. Смотрим с вами предостережение от карт. Здесь у нас шут, здесь туз мечей и паж монет. Это, знаете, как все новое, хорошо забытое, старое. Потому что шут, туз мечей и паж монет, это, знаете, как чей-то опыт трансформировать в новые знания. Дальше это в целом ситуация, когда, знаете, как не бойтесь обучаться новому, идти в новое или по-новому что-то осваивать, несмотря на возраст, не знаю, там, религию, вероисповедание, какие-то философские взгляды на жизнь. То есть, обновляйте свой ум, тренируйте свой ум, свою память. Потому что шут, туз мечей и паж монет, это ситуация, когда вы не только здесь постоянно обновляете, выстраиваете нейронные связи, а новый опыт и новые навыки, которые вам действительно пригодятся в жизни. Ну и серии. Вы намеревались выучить какой-то язык или, может быть, получить водительское удостоверение, научиться водить машину. Или кто-то, может быть, готовить хотел научиться. Но неважно. То есть, это то, что вы будете применять в своей жизни довольно-таки часто. И совет от карт. Здесь ложится аркан кошмар. Он присущ только этой колоде. Карта, которая говорит о том, что ваши кошмары беспочвенные. Они могут улетучиться или развеяться. Вы лишний раз сами себя накручиваете или наворачиваете на какие-то тени. Потому что здесь не зря изображен портрет человека. Это в какой-то степени вопрос самонастроя, самобичевания. То есть, ваши кошмары, от которых вы не можете избавиться, потому что вы боитесь загнуть вашему страху в глаза. Или, так сказать, встретиться со своими эмоциональными переживаниями. Ну и серии. Если вас что-то тревожит, представьте самый негативный исход ситуации. Как бы примите, осознайте, с этим смиритесь. И всё. Тогда вас уже ничего больше не будет пугать. То есть, вы можете спокойно достигать какого-то результата. Ну, к примеру, не ладится проект по работе. Да, самое худшее, что вас могут там уволить. Но ведь жизнь на этом не заканчивается. То есть, по сути, можно найти альтернативу, новое трудоустройство и так далее. То есть, это не тот момент, когда на себе нужно ставить крест. Поэтому аркан кошмара, это знаете, как не бойтесь. Вот основной посыл. То есть, это ваши внутренние настрои, которые под собой не имеют никакой почвы. Смотрим на неожиданность недели. Остров, змея, совы и аркан башни. В первую очередь, карты показывают на сложное взаимодействие с лицами в госструктурах. Потому что башня, это у нас капрологоз, органы, структура. Реже это может быть работа или больница, то есть, какое-то учреждение. Но основной посыл, это все, что связано с работой и с взаимодействием с людьми. Опять же, что такое башня? Поскольку это у нас, как говорю, карта структуры. Это желание что-то узаконить, подписать и так далее. Остров, змея и карта совы. Это касается партнерства. Или взаимодействия с вашей второй половиной, или с вашими родными. Потому что здесь ситуация, когда вы пытаетесь себя в чем-то предостеречь, чтобы в будущем избежать какой-то опасности или остаться неудел. То есть, вы заранее что-то можете фиксировать, завизировать, переподписать, оформить доверенность. Может быть, кто-то брачный контракт. Но у вас это должно быть как завизировано, как в госструктуре. Тем более, под картой башни открывает здесь карта письмо. То есть, получить какой-то официальный документ. Если время пришло, ситуация созрела, то действуйте так, как вам удобно. Чтобы вы были стабильны, счастливы, спокойны. И ничто больше вас не тревожило. Я вам все закрываю в положительном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите. Дайте знать, как для вас отозвалась, отыгралась данная информация. Возможно, какие перемены произошли за эту неделю. Буду признательна вам за энергообмен. С вами не прощаюсь. До новых встреч!